В Ярославле стартовал третий всероссийский театральный фестиваль Розов Фест. На сцену тюза выйдут артисты прославленных российских театров. Вы смотрите программу на повестке дня в студии Наталья Пиунова. Моя гостья сегодня куратор Всероссийского театрального фестиваля имени Розова Лейла Салимова. Добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Итак, в афише 8 спектаклей. Кто и с чем выступит на ярославской сцене? Действительно, афиша у нас очень насыщенная. В этом году 8 спектаклей и 6 фестивальных дней. То есть в два дня будет у нас проходить спектакль одновременно на большой и на малой сцене. Это очень насыщенная и очень интересная, я думаю, и для зрителя, и для театра интересный опыт, конечно же. Если внимательно посмотреть на афишу на нашу в этом году, то в ней можно увидеть, что мы реализовали три основных концепции, три основных направления тематических блока, можно так сказать. Конечно же, самый большой блок это Розовский. То есть Розовская драматургия у нас в преимуществе. Преимущественно представлены спектакли по Розову. Это спектакль Московского художественного академического театра. Можно сказать, легендарный спектакль ее друзьям. В режиссуре Валерия Ускова. Так, небольшая справка. Валерия Усков, кинорежиссер и его самые, наверное, известные фильмы. Это «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень». Далее по Розовской драматургии спектакль театра-мастерской под руководством Николая Скорика. Это тоже любопытный довольно опыт, когда две пьесы соединяются в одну спектакль с вечера до полудня и «Затейника» в режиссуре Татьяны Розовой. То есть она к нам приедет, и это тоже довольно любопытно. Следующий спектакль мы позвали в Северодвинский драматический театр. Они впервые у нас в городе с постановкой «В поисках радости». И сформировалась у нас уже какая-то, наверное, добрая традиция, нам это очень понравилось, зафиналивать фестиваль спектаклем «Вечно живые». В прошлом году происходило точно так же, и в этом году тоже. Но если в прошлом году был Донецкий Республиканский театр юного зрителя, то в этом году постановку представит Тверской академический театр драмы. Это что касается розовского блока, и на самом деле получается четыре спектакля из восьми, это довольно много. Следующий тематический блок, о котором бы хотела сказать, это инклюзивное направление. Оно тоже уже формируется в какую-то определенную традицию у нас в театре. В прошлом году мы представили спектакль театра равных на малой сцене, и нам понравился этот опыт инклюзивного театра. Инклюзия, то есть это инклюзивный театр, спектакли, в которых принимают участие люди с особенностями, с какими-то, будь то ментальные или физические особенности, неважно. И то есть это происходит интеграция в театральную сферу, в театральную среду. В данном случае мы в этом году привозим, 15 февраля пройдет показ спектакля «Прикасаемые». Это социокультурный проект, совместный с театром «Наций». Автор проекта Евгений Миронов, продюсер Ингиборга Дабкунайте. То есть это очень серьезная, очень интересная работа. В этих спектаклях принимают участие известные российские актеры. То есть это довольно рандомно происходит. Неизвестно, на какой спектакль приедет. Но в данном случае к нам приезжает Елена Морозова, актриса электротеатра Станиславский, Московского театра. Это что касается вот этого тоже необычного довольно направления. И еще одно, мимо которого мы просто не могли никак пройти. 2020 год объявлен годом годовщины победы в Великой Отечественной войне. Поэтому военная тематика также у нас в фестивале присутствует в нашей афише. И это спектакль Ярославского тюза, наш. Нам приятно, что мы именно этот спектакль будем показывать. Василий Теркин в режиссуре Игоря Ларина. И еще один спектакль, о котором я уже сказала, это «Вечно живые». Он одновременно и розовский, и по военной тематике. То есть мы очень удачно попали в этом случае. Нам так кажется, что очень красиво попадает этот спектакль. Вы несколько раз упомянули такую формулировку, как розовская драматургия. Что это и насколько она сейчас актуальна? Розовская драматургия, наверное, я скажу банальность, но это, наверное, определенный свет в каком-то смысле. У Розова есть одна замечательная фраза – только радость, только прямота. И это именно то, чего не хватает, на мой взгляд, сегодня и сейчас. И именно об этом же говорят режиссеры, молодые режиссеры, которые обращаются к розовской драматургии и говорят о том, что очень требуется сейчас какой-то вот этот этический, гуманистический какой-то момент, и чтобы он присутствовал и звучал именно из театра, именно со сцены. Наверное, розовская драматургия – именно вот это свет. То есть это честная драматургия с гуманистическими принципами направленности. Да, то есть это театр честного оптимизма. Очень-очень добрый. Самое главное, что он очень добрый. Насколько мне известно, Роза-фест – это еще и образовательная площадка для студентов театральных возов. Вот об этом поподробнее. На самом деле, да, это образовательная площадка. И мы в этом году решили, что этот блок образовательный надо расширить несколько. Но он не только для студенчества Ярославского, хотя мы очень будем рады, если студенчество к нам обратится и придет, и для них это тоже будет очень полезно. Но наши двери открыты для любого желающего, кто готов приобщиться к искусству и киноискусству, и к театральному искусству, и вообще что-то узнать. Для любого желающего? Для любого желающего вход свободный на образовательную программу, на лектории. Это программа Роза-фест лектории. У нас будет представлено три лекции. Первая лекция пройдет 14 февраля. Ее проведет Светлана Хохрякова. Это киновед, кинокритик. Лекция будет называться «Виктор Розов в кинематографе. От Каннского триумфа до забвения». То есть для тех, кто не знал, как Розов представлен, или для того, кто хотел бы узнать, как Розов представлен в советском кинематографе, это будет довольно любопытная лекция. Потому что, возможно, знают фильм «Летят журавли» и, наверное, все. Может быть, еще какие-то фильмы знают. Но здесь вот расширить свой кругозор киноискусством можно. Появится такая возможность. Еще одна лекция 15 числа у нас пройдет. Тоже любопытная. И мне кажется, она будет интересна в том числе и старшеклассникам 10-11 класса. Для тех, кто хочет еще... Либо не определился, либо уже определился, но хочет повысить свои какие-то навыки. Лекция называется «Спрашивай, пиши, вычеркивай. Основы редактуры и интервьюирования». Это будет, наверное, лекция «Практикум» от театрального критика и театроведа Милы Деневой. Она нам даст определенные лайфхаки о том, как нужно брать интервью. Я думаю, что это будет полезно и журналистам, и культурологам. То есть это для всех такой интересный опыт. И еще одна лекция, которая у нас запланирована, провокационная для Ярославля, на мой взгляд. Лекция называется «Против культуры». Пройдет она 16 февраля. Формат, очень интересный формат. Это образовательный перформанс. Что это будет на самом деле? Я думаю, что это стоит посетить, потому что батл это будет или еще что-то. Но в образовательном перформансе заложен какой-то интересный момент. Ее проведет Алексей Киселев, тоже театральный критик и театровед, и Феликс Сандалов. Это вот что касается нашего образовательного блока фестиваля. А какие еще мероприятия пройдут в рамках фестиваля? Наше еще одно основное мероприятие, которое будет идти во время фестиваля, это режиссерская лаборатория. Так мы ее и назвали. Роза-фест, эскизы. Это наш совместный проект с Российским институтом театрального искусства ГИТИС. Мы пригласили пять режиссеров, студентов-режиссеров выпускных курсов, курса Байчера и Галибина. Они будут во время фестиваля с нашими артистами репетировать пять отрывков из пьес Розова. И 16 числа в 12 часов мы ждем всех желающих на показах этих отрывков. Я надеюсь, что показы будут интересными и дискуссии будут очень продуктивными. И что-то из этих отрывков у нас останется в театре, в нашем репертуаре. Вообще три года живет Роза-фест. Мы ему, конечно же, желаем дальнейшей благополучной истории развития. В чем принципиальное отличие фестиваля в этом году от прошедших двух предыдущих? Наверное, то, что мы как раз расширили дополнительную нашу программу, потому что каждый фестиваль предполагает, что помимо основного показа спектаклей, там есть что-то еще образовательное, интересное, познавательное. То, что интересно будет всем и городу, и участникам фестиваля. То есть это фестиваль, это место интеграции культуры, искусства, образования. То есть это одно время. То есть я так понимаю, что с 18-го года вы только вот это вот мясо, можно сказать, наращивали? Да, у нас был опыт проведения творческих встреч, но мы не то, чтобы от него отказались. У нас, кстати, будет один сюрприз на фестивале. Это буквально недавно выяснилось. Мы проведем творческую встречу, одну-единственную, с художественным руководителем театра около дома Станиславского Юрием Николаевичем Погребничка. Я тоже думаю, что все желающие могут прийти. Точное время дату мы немного попозже объявим. Спасибо большое, Лейла. Удачи вашему славному мероприятию. А зрителям я напомню, на мои вопросы отвечала Лейла Салимова, куратор Всероссийского театрального фестиваля имени Розова. Вы смотрели программу на повестке дня. Мы в эфире с понедельника по четверг в 19.15 и только на городском телеканале. Через пару минут я, Наталья Пиунова, начну подводить первые итоги дня, поэтому не прощаюсь.